Всем привет, друзья! В этом видео вы узнаете о 10 уроках богатства от Генри Форда. Генри Форд входит в тройку богатейших людей мира за последние 100 лет. Его финансовое состояние в переводе на нынешние денежные единицы составляло бы около 200 миллиардов долларов. Но начиналось все не так оптимистично. В конце 90-х годов 19 века Генри Форд работал механиком в электрической компании в Детройте за 11 долларов в неделю. Трудился он по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую до полуночи работал у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец считал, что парень тратит время впустую. Соседи назывались сумасшедшим. Никто не верил, что из этих занятий получится что-либо стоящее. Но у Генри Форда получилось. Этот человек создал себя сам и изменил мир, поэтому у него точно есть чему поучиться. Инстардинг представляет. Золотые уроки богатства от Генри Форда. Первый урок. Служите другим. Бизнес, абсолютно посвященный услугам, будет иметь незначительное беспокойство о прибыли. Она будет неприлично большой. Секрет успеха заключается в служении другим людям. Все успешные люди служат. Чем величественнее услуги, тем величественнее успех. Богатство создается из услуг и приходит только благодаря услугам. Форд сказал, богатство, ровно как и счастье, не может быть достигнуто прямым поиском. Оно приходит в качестве побочного продукта предоставления полезных услуг. А как служите вы? Второй урок. Сфокусируйтесь на своем любимом деле. Не существует человека, который не может достичь большего, чем он думает, что может. Вы находитесь в полном невидении о своих возможностях, поэтому вы никогда не сосредотачиваете свои усилия на одной задаче. Вы тратите час своего времени на одно дело, три часа на другое дело, но вы никогда не сосредотачиваете все свое внимание на одной задаче. Когда вы полностью сосредотачиваетесь на своем любимом деле, все невозможное становится возможным. Сфокусируйтесь, и вы можете сделать больше, чем вы думаете, что можете. Третий урок. Будьте продуктивны. Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которое остальные тратят впустую. Каждый из нас имеет 24 часа в сутки, но лишь немногие достигают успеха. Остальные же терпят неудачу. Почему так происходит? Все дело в том, что некоторые люди эффективно контролируют свое время, а другие находятся под контролем своего времени. Некоторые люди диктуют свой день, а другие позволяют своему времени диктовать направление своего движения. Каждый день работайте над своим любимым делом. Каждый день выделяете время на развитие и усовершенствование своих навыков. Вы достигнете успеха только благодаря эффективному управлению временем. А вы мастер своего времени. Четвертый урок. Решайте проблемы. Большинство людей тратят массу времени и энергии, ходя вокруг проблем и не пытаясь решить их. Будьте уверены, вы получите награду за решение проблем других людей. Если вы решаете большие проблемы, вы получаете большую награду. Если вы решаете мелкие проблемы, вы получаете маленькую награду. Если вы решите проблему небольшого числа людей, награда будет незначительной. Но если вы решите проблему огромного числа людей, вы станете неприлично богатым. Форд сказал, я решил проблему миллионов людей, показав миру, что на автомобилях гораздо комфортнее и быстрее передвигаться, чем на лошадях. Перед вами фото Нью-Йорка 1900 года. На нем вы сможете разглядеть только один автомобиль, а все остальное это лошадиные повозки. А это улицы Нью-Йорка спустя 13 лет. И на этом фото уже крайне трудно найти лошадиную повозку. Их полностью вытеснили автомобили. Пятый урок. Нет ничего слишком трудного. Не существует больших проблем, есть только множество маленьких проблем. Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на маленькие части. Когда вы смотрите на маленькую задачу, то действительно можете увидеть, что в реальности нет ничего сложного. Вы поднимаетесь на гору шаг за шагом. Отдельные шаги не так тяжелы, как весь подъем. Последовательное решение больших проблем шаг за шагом приведет вас к успеху. Также Генри Форд любил говорить. Если вы думаете, что у вас все получится, значит так оно и будет. Если вам кажется, что у вас ничего не выйдет, так и случится. И в том и в другом случае вы окажетесь правы. Шестой урок. Держите свой взгляд на главной цели. Препятствия это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от цели. Никогда не отрывайте глаза от своей цели. Цель это то, что вас мотивирует, то, что заставляет вас продолжать движение, несмотря ни на какие преграды. Вы должны постоянно видеть то, кем вы хотите стать. В своем воображении вы должны видеть цель уже достигнутой и испытывать соответствующие эмоции. Седьмой урок. Думайте возможностями. Думать – самая трудная работа. Вот почему этим занимаются столь немногие. Для большинства людей наказанием является необходимость думать. Идеальной представляется им работа, не предъявляющая никаких требований к творческому инстинкту. Думать возможностями – это самая тяжелая работа, и с ней справятся лишь лидеры. Секрет успеха кроется в годах подготовки, в выяснении самых тонких нюансов и в концентрации на возможностях. А это требует огромных усилий. Генри Форд как-то сказал, спрашивать, кто должен быть боссом. Все равно, что спрашивать, кто должен быть тенором в этом квартете. Конечно, тот, кто может петь тенором. А вы готовы стать лидером. Вы думаете возможностями. Восьмой урок. Ошибки – это возможности. Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. Нет ничего позорного в справедливой неудаче. Позорно бояться потерпеть неудачу. Наши неудачи поучительнее наших удач. Именно благодаря им мы растем и достигаем больших результатов. И проблема большинства людей в том, что они не извлекают из ошибок пользу и слишком рано сдаются. Ведь гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных. Девятый урок. Инвестируй в себя. Все деньги, что вы получаете, вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг 40 лет. Ваша способность зарабатывать деньги, то есть ваш ум – это самый ценный актив, и в него вы должны инвестировать постоянно. Как-то у Генри Форда спросили, что вы будете делать, если потеряете все свое состояние? На что он ответил, даже если у меня заберут заводы, сожгут здания и отберут все мои деньги, я начну все сначала и через некоторое время все восстановлю, ведь моя голова останется при мне. Десятый урок. Будьте мечтателями-энтузиастами. Мечты о лучшем будущем, постоянные размышления о том, как сделать больше, порождают такое состояние ума, при котором ничто не кажется невозможным. При наличии энтузиазма вы можете достичь всего. Энтузиазм – это блеск ваших глаз, стремительность походки, крепость рукопожатия, непреодолимый прилив энергии и воли для притворения в жизнь ваших идей. Энтузиасты – это борцы. Энтузиазм – краеугольный камень всего прогресса. Только с ним возможен успех. Без него у вас есть только возможности. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Генри Форд. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно поставьте лайк. До новых встреч!